Самый сложный лайфхак в моей жизни. Это называется бронзер. Типа это мне съесть надо. Не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Поразительный результат. Я просто боевой вертолет. Кажется, что я в жизни занимаюсь чем-то беспалятным. Всем привет, с вами Никита и сегодня протестируем лайфхаки. В прошлом видео мы тестировали лайфхаки из тиктока. В этом видео мы тестируем лайфхаки от подписчиков. Также в конце, как обычно, вас ждет замечательный приз от золотого яблока. Так что в конец не мотаем, я за вами слежу. Поехали. Лайфхак у меня на телефоне. Сейчас. Нужно срочно стереть лак, а специальная жидкость закончилась. Нанесите на ногти прозрачный лак и сотрите его, не дав высохнуть. Он сойдет вместе со старым покрытием. Так, лак, лак, лак. Я уже ищу. Прозрачный, красный и синий. Блин, давай синий. Синего у меня еще никогда не было. А ничего? Так. Студия Екатеринбург, 8 922. Записываемся, девочки. Так, я очень аккуратный мастер. А второй красный хочу. Нормально. Так, сейчас. Оп, второй. Look, play. Хочу крупный план с красным ноготочком. Вот так вот. Так, окей. А можно буберанг, да, снять вот тут такой? Я запачкался весь. Ну что ж, мы подождали. Ноготочки подсохли и сейчас мы будем проверять, получится ли снять их прозрачным лаком. Так вот. Оп. Так, пока все не высохло, быстро пробуем убрать. Ну, ой. Что-то я наделал. Так. Что-то пока мне не очень нравится этот лайфхак на самом деле, потому что просто вата прилипла и как-то вот так вот выглядит. Еще и вата к пальцу прилипла. Ставлю дизлайк. Следующий лайфхак у меня уже в телефоне. Испачканье тоналкой воротник. Не спешите переодеваться. Нанесите немного крема для бритья на испачканное место и удалите пятно при помощи влажной салфетки. Окей. Влажная салфетка у меня есть. Пена для бритья у меня есть. Не моя. Мне нужна рубашка. Ребят, организуйте. Лера, привет. Привет. Все для тебя. Благодаряю. Держи. Хорошо дня. Так, пена плюс салфетка. Погнали. Наношу пену. Такую. Еще разок. Мне кажется, я нельзя делать. Ну, пойдет. Окей. Стираю. Не кочегары. Мы не плотники, да. А мы мортажники. Высотники. Ну что ж, друзья. Подведем итоги. Стол в пене. Руки в пене. Но это работает. Реально. Тоналка немножко... Да не немножко. Она довольно... В большом количестве была убрана с рубашки. Так что ставлю этому лайфхак лайк. Настало время следующего лайфхака. Специальный гель для фиксации бровей могут заменить мыло и лак для волос. Достаточно нанести одно из средств на чистую щеточку и закрепить брови. Для этого мне понадобятся брови и ассистентка. Лерочка, войдите в студию. Ой, подожди, подожди. Как приятно, что мои брови... Вырежите это. Понадобились... Нет. Хорошо. Мыло. У меня есть мыло. У меня есть щеточка. Тихо, я хочу асмр распаковки. Мыло пахнет замечательно. Прочесть не могу. Что-то на индийском. Итак, у меня есть щетка, у меня есть мыло. А как это должно плюнуть надо на него или как так? Может, воды возьмем? Воды! Можно? Давай тут. Ага, спасибо. Сейчас мы сделаем подсобные моменты, произойдут. Ага, все, хватит. Все, хорошо. Мыло достаточно влажное. Есть щеточка. Погнали. Вот она, красота происходит, да? Окей. Ты готов? Щеточка достаточно мыльная. Бровки на готове. Смотри сюда. Макро, Миша. Давай, не на камеру. Не глядя. Нет, давай глядя, погоди. Так не договаривались. Хорошо, давай глядя. Я тебе не вырвал еще брови? Еще нет. Давай наверх. Да, давай наверх. Давай это прямо эти волчьи брови. На дедушку моего похоже, прости. Можно посмотрим? Да. Окей, теперь пробуем вверх. Тебе больно? Нет. Хорошо, тогда буду сильнее. Давай. Честно говоря, ребят, у меня нет бровей, поэтому я не понимаю, что я делаю, но пока мне нравится. Я бы вообще вот так оставил одну туда, а другую вверх. Давай еще. Хорошо. Нет, мне нужен лад теперь. Лад для ногтей нужен? Нет? Не то? Нет. Все, окей. Ладно, прости. Давай для волос. Помоги мне, пожалуйста. Это пена. Нет, вот этот. Это, знаешь, автомат с жвачкой нажимаешь, а тут должно что-то сыпаться. 5 рублей есть? Ладно. Вот этот. Вот этот. Нет, это антисептик. Вот этот. О, у нас антисептик есть. Так, тебе прям в бровь брови? Нет, конечно, на кисточку. Чтобы вы могли сравнить. Поэтому мы зачесали вверх бровь, вторую бровь я зачесаю вниз. Музыка из лайфхака. Куда, куда, куда? Вниз. Какой? Нормально. Смотри, одна вверх, одна вниз, чтобы было понятно, что происходит. Что происходит? Я не знаю, что я сделал, но мне очень нравится. Посмотрите на этот результат. Ребят, я считаю результат просто шикарный. Это 10 из 9. Посмотрите, одна вверх, одна вниз. Стиль однозначно. Улица Милана, держитесь. Но так-то сейчас больше на моего деда похоже, кстати. Ребят, пока я очищаю глаз Лере, пока он не прилип и не остался навсегда в таком положении, просто хочу сказать, что я этому лайфхаку ставлю лайк. Спасибо, Лера. Пока Лера будет избавляться от последствий моего лайфхака, я вам расскажу про следующий лайфхак. Итак, он уже, наверное, мне... Лайфхак где? Ждем лайфхак, дорогие друзья. Анекдот? Да, пока рубрика анекдот. Идут как-то белоснежка, гном. Я вам реально... Он длинный, я не буду его рассказывать. Шо. Давай, смотри. Если вы сейчас это смотрите, Лера разбила мне нос, и я искренне и сердечно извиняюсь перед ней, и говорю, что я, Ольга, так не буду делать, честное слово. Ты меня прощаешь? Нет. Ну и сюда нет. Дорогие друзья, пока вас не было, я рассказал анекдот, за который мне немного стыдно. А сейчас я вам расскажу лайфхак. Избавление от черных точек. Приложи к носу теплое полотенце и дай коже распариться. Проведи по распаренной области зубной нитью, леской или обычной ниткой, слегка надавливая на кожу. Обработай кожу успокаивающим тоником. Вот представьте меня, это же Волан-де-Морт получится. Я себе нос отрежу так. Давайте поищем нить, зубную леску там или... Так, так, так. Не похоже. Сейчас все сломаю тут. О! Найдено. Я тебе помогу? Спасибо, Лера. Оп, двигайся. Поскрепим. Так, нить, вода, тряпочка. Как открыть? Да, так. Это точно зубная нить? Так, окей. Тебе нос не влезет просто. Не влезет, нос сюда. Как думаете, влезет сюда нос? Лайк влезет? Напишите в комментариях, что вы думаете. Нет, ставьте лайк, если влезет. Распариваем. А, меня слышно? Произошло распаривание. На распаривание было выделено 10 миллионов рублей. Пока мы распариваем, я бы еще мог рассказать анекдот, но мне кажется, меня побьют. Фух, как я вам тут всем надоел. Так, пока меня накачивают клофелином, я готов вам рассказать один лайфхак от себя. Этого мне научили в городе Ставрополь. Достаточно иметь палец и ухо и хороший звук. Надеюсь, это будет слышно. Засовываем палец, проворачиваем и... Слышно было щелчок? Не очень? Давайте другой рукой. Пока идет распаривание, еще раз. Палец в ухо провернул и... Я не слышу правым ухом. На три вещи можно смотреть бесконечно. На то, как горит огонь, на то, как течет вода и на то, как я буду сейчас забнадить и скоблить себе носик. Поехали. Макро, Миша? Прижимайся на нее. Я боюсь без носа немножко остаться. Но у тебя там что-то сдирает. Слушай, ну... Кожа. По-моему, у меня с носа уходит кожа. Но он больше режет тебе. Ну да. Куда бы мне это рассказать? Если вы хотите лишиться кожи на носу, этот лайфхак подходит именно вам. А я ставлю ему дизлайк. Шуток про мыло не будет. Выключаем. Дал-дал ушел, дорогие друзья. И я перехожу к следующему лайфхаку. От стойкой гелевой подводки можно избавиться не только при помощи метиллярной воды, но и используя обычное оливковое масло. Проверим? Давай. Я буду рисовать тебе брови. Вот тебе оливковое масло. Тебе... Это подводка, да? Это... Тушь. Блин. Так. Давай. Я сейчас тут все сломаю. О, это она? Это помада. О, это подводка. Подводка. Супер. И теперь метиллярная вода. Возьми с собой. Так, макро Миша врывается в чат. Ты пока наливай. Хорошо. А я пока тебе буду рисовать. Верись ко мне. Ой. Слушай, ну мне нравится. Я потом домой нормально вообще дойду? Не знаю. Сейчас проверим лайфхак. Реально лайфхаки помогают в жизни, да? Погоди, давай взорой. Макро Миша у нас работает? А я думала, вы нарисуете дуги, как... Давайте еще дуги добавим. Ну вот, такие тоненькие. Так, вернись. Ну, в общем, мне нравится. Мое творчество готово. Теперь настал момент истины. Наталья, 30 лет пошла. Давай проверять. Я хочу это побыстрее смыть. Сейчас мы используем метиллярную воду. Ждем, пока подсохнет. Ты метиллярную воду налил? Да. Я налил слишком много... Если что, мы взяли оливковое масло. Слово не дают. Эксеравержен. Да всем... Хуй. Дай десятку, трубы горят. Я стираю брови. О, потрясающе. Просто потрясающе. Эти багеты уходят просто за мгновение. Во мгновение. Вы даже моргнуть не успеете, в общем-то. Ну, ты мицеллярную воду смываешь. Ты маслом попробуй. Мицеллярная вода получает лайк. Переходим к оливковому Владу. Так. Вы знаете, оливковый Влад тоже справляется достойно. Что-то... Что-то на уровне Высоцкого. Может, даже выше. Так. Потрясающе. Я в масле и в мицеллярной воде. Этот день не может стать лучше. Лайк? Да, я определенно ставлю лайк этому... Этому видео. Сам лайк назойду. В программе Галилеева была рубрика «Эксперименты», а у нас рубрика «Наташа, пришли лайфхак». Временная тату. Возьмите подводку и маркер и нарисуйте желаемый рисунок на теле, а затем зафиксирую его лаком для волос. Лак создаст защитную пленку на коже и не даст подводке стереться в течение дня. Итак, мой дорогой тату-мастер. Я хочу себе на лице татуировку, как у Майка Тайсона. Сейчас я открою тебе фотографию, и ты за минуту максимум мне накидаешь это. Хорошо? Да, за 30 секунд сделай. Сейчас. Хорошо. Не надо так близко заглядывать в мои вкладки без проблем. Да, вообще. Пока мне вот это вот делают... Так, это там какая-то такая заговорка. Пока мне вот это вот все происходит у меня там, я просто хочу рассказать о том, что я учился на пятерке в школе, и вам желаю того же. Лера справилась за 42 секунды. Обычно я справляюсь за столько же, и у меня замечательный осьминог сегодня на лице. Я похож на Майка Тайсона. Теперь моя очередь на тебя брызгать лапом. Давай. Прям на лицо? Граффити любите? Смотрите. Нормально? Жир? Жир? У тебя глаз живой? А у тебя? У меня нет. Понял, прости. Пожалуйста, за анекдот. Я могу продолжать? Главное, чтобы день. Я вообще танцую, танцую. Беги. Нет, меня пока не поздно. Оно еще не высохло. Нам надо время. Я могу открывать глаз? Ну попробуй. Такой вот замечательный стрит-арт появился в центре города Липецка. А я надышался лаком, дорогие друзья. Хорошо. Всем хорошего настроения. Можно проверять? Ну раз уже это можно, то наш замечательный татуаж бровей готов. Ремонт обуви, копии, ключей. И сейчас мы будем это все пробовать смывать. Все достаточно подсохло. Стряхиваем термальную воду. Смотрим друг другу в глаза. Буря искра. Буря искра. Закрывай глаз. А ее пить можно? Спасибо. Ну вот такой у меня. Делай свое дело. Кстати, классно. Держится? Ну оно прям вообще. А как я домой пойду? Я ставлю этому лайфхаку лайк. А вот татуировка мне не очень нравится. Татуировка. Почему? Не знаю, чуть ли это не похоже. С вами лоукоустер-версия Майка Тайсона. И я продолжаю вам рассказывать про лайфхаки. Используйте салфетки с антистатической пропиткой. Обычными протирают экраны. Чтобы уложить на электризованные непослушные волосы. Для следующего лайфхака мне понадобятся волосы. Вы когда не представляли себе сына Леди Гаги или Прусикина? Представляете? Для следующего мероприятия мне понадобятся еще Лерочка, шарик и салфетки. К студию. Снова я в кадре. Привет. Давай подвинуть? Давай. В этот раз без скрипов. АСМР. 10 минут прошло. Я завязал шарик. Шарики нам пока не пригодятся. Мы их убираем. А в чем это вообще заключается? В том, что он убирает статику, да? Ты сейчас должен... Ты, да, сейчас должен мне протереть голову, а я тебе. Погнали? Давай. Я по очереди. Вот, знаете, иногда мне кажется, что я в жизни занимаюсь чем-то бесполезным. Вот прямо сейчас у меня такое дикое хочу... Чё? Не понимаю, покупал нормально. Слушай, я просто не особый эксперт в... Кстати, если кто-нибудь хочет меня взять в барбершоп на работу, не советую. Ну, по-моему, неплохо. Слушай, по-моему, реально работает. У тебя очень замечательная прическа. Хоть час там выпускной, иди в школу. А у меня ничего не магнитится? Нет. Давай мне, давай мне уже. Давай это попробуем. Вот тебе вот тут магнитится. Ой, да у тебя вообще все прекрасно. И без... Вот этой вот, знаешь ли, всей тряпочки. Без тряпочки тоже хорошо. Лайфхаку мы ставим... Лайк. Лайк. Дайте шесть. Фух, я уже развязная, да, такая под конец стала. Ну, типа, каяц, сигарету. Ай, подзакурю и пойду домой. Гном-гномыч, моргни два раза, если тебя держат в заложниках. Мы продолжаем рассказывать про лайфхаки. Хотите, чтобы помада держалась долго? Накрасьте губы, приложите к ним тонкую бумажную салфетку и нанесите поверх нее слой рассыпчатой пудры. Тащи. Так, салфетки у нас есть. А, помада тоже есть. Две разных. Вот такая и... И пудра. А, подожди, нет, у меня просто еще помада есть. На выбор. Одну тебе, одну мне. Давай вот эту, мне нравится, она за гравировочкой. Макро, хочу макро на гравировочку, посмотри. Красиво, красиво. И она уехала. Открою. Не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Давай. У тебя губы побольше, мне кажется, попроще будет. Я художник, и я так вижу. Лучше уже никогда не будет. Бери, прислоняй к губам аккуратно. Чтобы что? И через салфеточку нам надо пудрить, припудрить. Я не знаю, правильно я делаю или нет. Но лайфхак был такой. Как сложно жить. Тебе есть там дышать чем-нибудь? Ты просто все перекрыл? Конечно, нет. Ну, я не понимаю, но мне нравится. Вроде нормально, да? Я не знаю, как ее надо проверить, потому что помада же она в течение дня. Можем попробовать на руку поцеловать. Я могу вообще идти вот в таком вот виде на свидание? Прямо сейчас? И через пять минут? Через пять минут? Пять минут? Давай через руку. Хорошо. Я хочу услышать на самом деле мнение Саши, потому что я не понимаю, что происходит. На самом деле это работает, если взять более тонкую салфетку и помада, можно ее сделать просто чуть более матовой. Вот она у нас только съела все. Но на самом деле так смотрится, мне кажется, естественнее и красивее, чем жирно намазанная помада прямо из тюбика. Вот посмотрите на меня, так выглядит. Вот чтобы вы понимали, она говорила про это. Вот это называется естественнее и красивее. Я ставлю этому лайфхаку дизлайку просто потому, что мне не понравился цвет помады. Я не могу ничего сказать, у нас салфетка бездолстная. Наташа, принеси, пожалуйста, мне следующий лайфхак. Ловлю. Две чайные ложки корицы, плюс чайная ложка какао, одна чайная ложка мускатного ореха, две чайные ложки кукурузного крахмала, самодельный бронзер. Ребята, вообще такое можно рассказывать, нет? Давайте сделаем самодельный бронзер. Так, две чайные ложки корицы. Мама, не жди меня сегодня дома. А это потом съесть надо будет, да? Бронзер. Так, две чайные ложки. Спасибо, что меня заигнорила вся студия. Вы бы видели, сколько тут людей, и все промолчали. Просто ужас. Так. Блин, я хочу курганту на смак. Или он больше не ведет смак? Кто-нибудь знает? Не ведет смак. Иван, очень жаль. Если вы смотрите, пожалуйста, вернитесь на смак. Мне вас не хватает. А вот почему, кстати, вкусно. Так, сколько там? Одна чайная ложка какао. Блин, все уже в пи-ба-пу-ба. Па-ба-ра-ба-па-ба. Одна чайная ложка мускатного ореха. Интересно. Да, ребятки, коврик вам явно придется поменять после меня. Так. Две чайные ложки крахмала. Ну что ж, ребят, давайте я повторю максимально быстро все, что я туда положил. Две чайные ложки корицы. Одна чайная ложка какао. Одна чайная ложка мускатного ореха. Две чайные ложки кукурузного крахмала. Чтобы вы понимали, можно, пожалуйста, макросъемку? Прямо сюда. Это называется бронзер. Может быть, что-то в рецепте не хватает чего-то? Я не знаю. Ну типа, это мне съесть надо или что. Я могу это помешать, например. Окей. Ох, красиво. Какая текстура. Так, наносим. Я зеркальцем буду работать. Стряхиваю. Стряхиваю, конечно. Это мы меня научили в детстве. Так. Мне нужно зеркальце. Я понял, насколько плохо я пошутил. Ну, поехали. Хуже уже не будет. Что ты говоришь? Поразительно? Горизонтально надо. Поразительный результат. Кулинарное шоу вышло из-под контроля. Я просто боевой вертолет. Ребят, нет. Вот чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали. Вот просто. Я как бы на этом моменте остановлюсь с этим лайфхаком. Просто посмотрите на меня. Вы что я превратился. Я хочу сказать спасибо. Спасибо за этот лайфхак. Он реально мне помог в жизни. Я ему ставлю определенно лайк. Просто вот за все это. Во-первых, это вкусно пахнет. Во-вторых, я выгляжу просто сногсшибательно. Я считаю, что это лайк. Два лайка. Давайте к следующему лайфхаку перейдем. Просто молча и со вкусом. А, больше нет лайфхаков? Да, без свободен. Дорогие друзья, я на этой минорной ноте хочу попрощаться с вами. Нет, не хочу прощаться. Да. А что? Поставь пока на паузу. Мне кажется, можно пока на паузу время встать. Дорогие друзья, лайфхаки у меня закончились, зато начинается время призов. И главный приз... Мой номер телефона. На самом деле нет. Это Стайлер Дайсон. И чтобы его получить, надо подписаться на канал, нажать на лайк, нажимать на колокол. И самое главное, написать в комментариях, на кого я похож из шоу-бизнеса. Можно русский, можно не русский. Начинай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok